Сара Эверард выросла в Йорке со старшим братом и сестрой. Отец девушки был профессором, а мать занималась благотворительностью. В семье всегда царили уют и гармония. Родители поддерживали дочь во всех ее начинаниях, благодаря чему Сара выросла поистине прекрасным человеком. Как говорили ее друзья, она была настоящим гением, схватывала все на лету. Милая, веселая, любознательная девушка на все имела свое мнение, обладала потрясающим чувством юмора и всегда ставила интересы других на первое место. По словам друзей, единственной ахиллесовой пятой было караоке. 3 марта 2021 года Сара весь вечер провела в гостях у подруги. Приятная компания, вкусная еда и вино, которое Сара купила перед тем, как отправиться в гости. Девушки потеряли счет времени и не заметили, как начало темнеть. Солнце уже успело зайти за горизонт. Около 9 вечера Сара попрощалась с подругой и побежала домой по темным улицам. Дорога до дома пешком занимала 50 минут, но на такси можно было доехать всего за 15. Во время пандемии ковид сотни тысяч людей стали заложниками обстоятельств и были вынуждены сидеть по домам. Вслед за этим появившийся кризис усиливал стресс и накалял обстановку. Одна из немногих радостей, которую могла себе позволить Сара – это прогулка на свежем воздухе. По этому маршруту она должна быть гуляла уже сотни раз. Дорога проходила через один из самых густонаселенных пунктов с множеством пабов и общественных мест. Обычно у нее не возникало поводов для беспокойства. Однако 3 марта улицы были пустыннее, чем обычно. Заведения не работали из-за блокировки коронавируса. Итак, в 9 вечера Сара направилась по главной дороге, которая пересекала Клемхен Камон парк, в котором собирались собачники и бегуны. В 21.30 она миновала парк и свернула на Поиндерс Роуд, направляясь к своему району. Во время вечерних прогулок Сара всегда соблюдала три золотых правила, которые однажды увидела по телевизору. Возвращаясь в темноте домой, всегда надевай яркую одежду, говори с кем-нибудь по телефону и, главное, держись главных улиц. По мнению телевизионных экспертов, эти правила помогут вам не стать жертвой ограбления или похищения. Хотя статистика говорит о том, что одежда никак на это не влияет. Тем вечером эти правила не сработали. Сара держалась главных улиц и разговаривала по телефону со своим молодым человеком, Джошем Лоутом. Им обоим было по 33 года, но они не жили вместе и не были женаты. Сара позвонила возлюбленному, чтобы договориться о встрече, но спустя всего 15 минут разговора связь внезапно оборвалась. Джошуа снова и снова звонил на телефон Сары, но в ответ получал только короткие гудки. После тщетных попыток связаться со своей любимой, Джошуа отправился к ней домой, но и там никого не было. На следующий день мужчина обратился в полицию и заявил о пропаже человека. Большинство взрослых пропавших сами возвращаются домой спустя 2-3 дня. Именно поэтому стражи порядка не всегда приступают к поискам в день подачи заявления. В конце концов исчезнувшая могла, не ставя в известность молодого человека, уехать к друзьям или к любовнику. 5 марта в официальном твиттере полицейского участка появилась запись о Саре Эверард. Пост содержал фотографию Сары, описание одежды, в которую девушка была в день пропажи. А именно зеленый дождевик, темно-синие брюки с белым ромбовидным узором, бирюзово-оранжевые кроссовки, белая шапка и зеленые наушники. Но никаких звонков не было. И только 6 марта стражи порядка забили тревогу, когда родственники исчезнувшей девушки выступили с заявлением, особо подчеркнув, что Саре несвойственно подобное поведение. В тот же день несколько нарядов отправились обыскивать местные водоемы и парки. Полицейские понимали, что Сара могла выбрать три разных маршрута для прогулки. Поэтому для начала следовало выяснить, по какому именно направлению она шла той ночью. Для этого 7 марта попросили людей проверить записи видеорегистраторов и камер наблюдения в следующих местах. Южный круговой маршрут А-205 вокруг Клэмпхэн-Камон-Кавендиш-Роуд, Нью-Парк-Роуд, Брикстон-Хилл, Брикстон-Уотер-Лейн. Три записи не дали никаких результатов. Однако пара камер на Поиндерс-Роуд запечатлели Сару в 21.30, как раз в тот момент, когда она разговаривала с Джошуа по телефону. Наконец, 8 марта начались масштабные поиски. Район, в котором была замечена Сара, обыскивали сотни офицеров. За сутки было опрошено 750 человек и осмотрено свыше 400 домов. Следователи тщательно цеплялись за любую зацепку. Они тщательно обыскали парк, все мусорные баки и свалки рядом с городом. Но все безрезультатно. В течение дня в полицейский участок поступило 120 телефонных звонков. Небезразличные граждане всеми силами стремились помочь. Кто-то видел Сару в магазине тем вечером, когда она покупала вино, направляясь к подруге. А кто-то уверял, что видел подходящую под описание девушку, когда она шла по улице в 21.00. Она явно выделялась ярким нарядом. На проверку каждой наводки потребовался бы год. Слишком много информации поступило в полицейский участок. Но уже вечером, 8 марта, просматривая записи с регистратора автобуса, который в тот вечер проезжал по маршруту передвижения Сары, следователи обнаружили материал, который поставил точку в этом деле. На видео видно, как в 21.34 девушку остановил некий человек на машине Vaxel на тротуаре возле Poinders Court. Мужчина включил аварийные огни, открыл дверь и некоторое время беседовал с Сарой. Это довольно оживленная дорога, поэтому найти очевидцев инцидента не составило труда. Женщина, тем вечером проезжавшая с мужем, рассказала, что все выглядело так, словно девушку арестовал полицейский. Когда они поравнялись с Сарой и неизвестным мужчиной, тот как раз надел на задержанную наручники и посадил в автомобиль. Девушка не сопротивлялась и выполняла все указания. Проезжающая мимо женщина не придала этому большого значения. Подумала, что офицер под прикрытием поймал преступницу. Отследить автомобиль не составило большого труда. Машина тем вечером была взята в аренду, но имя человека, зарегистрировавшего услугу, повергло всех в шок. Им оказался 48-летний Уэйн Кузенс, констебль столичной полиции. Кузенс был зачислен в полицию в сентябре 2018 года, а позже назначен в отдел парламентской и дипломатической защиты. Не мог же сотрудник полиции похитить девушку. Уэйн жил всего в 100 километрах езды от Лондона. Тем вечером был выходной, что заставило офицера арендовать машину и арестовать девушку. А главное, что было потом. 9 марта в дом Уэйна Кузенса прибыл наряд полиции для выяснения всех вопросов. Но едва следователи переступили порог, как столкнулись с театром абсурда. Мы тут для того, чтобы поговорить с тобой о Саре. Позволь, я покажу тебе ее фото. Ты знаешь Сару? Нет, я не знаю. Окей, Сара пропала. Я покажу тебе ее фотографии, как она выглядела в тот день. Сара пропала в среду, и ее родители, и ее семья очень переживают за нее. Расследование привело нас к тебе. Давай посмотрим, что мы знаем о Саре, окей? Что же ты знаешь? Где сейчас Сара? Итак, ты знаешь, где сейчас Сара? Нет. Окей, ты знаешь что-нибудь о том, что с ней произошло? Я знаю, что она пропала где-то в Лондоне. Где-то неделю назад вроде. Об этом я узнал из новостей. Окей, ты когда-нибудь встречался с ней лично? Лично? Нет. Нет, нет, нет. Может, ты как-то взаимодействовал с ней? Нет. Почему? Зачем бы я взаимодействовал с ней? Это очень сложно, потому что я не могу вдаваться в подробности, так как, очевидно, это не часть нашего интервью. Это интервью только для того, чтобы найти ее. Конечно. Потому что она пропала довольно давно. Я сижу в наручниках, и вы спрашиваете меня, что я знаю о ней. Следовательно, у вас есть что-то, что говорит о том, что я ее знаю. Как я уже сказал ранее, вы задержаны как подозреваемый в похищении. Мы уверены, что вы замешаны в ее исчезновении. Вы забрали ее у семьи. Хорошо. Что же, мы пытаемся ее найти. Очевидно, все очень переживают из-за нее. Ты же знаешь, у нее есть родители. Брат, сестры, парень. Много людей заботятся о ней. Конечно, да. Ты видел новости? Множество людей, которые пытаются ее найти. Они ищут каждый день. Она пропала, и наша работа, наша основная работа — это найти ее. И мы пытаемся найти ее в целости и сохранности. Мы верим, что ты что-то знаешь о ней. Поэтому мы сейчас тут. Пытаемся ее найти, поэтому говорим с тобой. Хорошо подумай об этом и расскажи нам все, что ты знаешь о том, где мы можем ее найти. Окей, я... У меня финансовые проблемы, и я был... Я связался с... Я не знаю, кем они были. Это группа... Банда. И они велели мне отправиться и подобрать какую-нибудь девушку, чтобы привезти им. Я сказал им ни за что, но... Затем они сказали, что они заберут мою семью. И используют вместо той девушки. Из-за этого у меня не было выбора. Я должен был кого-то найти. Мне сказали, куда ее отвезти. Это все. Это все, что я знаю. Это группа людей. Скажи мне, как найти их. Скажи мне все, что ты знаешь. Окей, это был белый фургон. Спринтер. Они между вроде Лэнхеном и районом Мейстоун. Я отвез ее туда. Я все еще не знаю. Я не знаю. Они просто... Я просто припарковал свою машину, и затем приехал белый фургон позади моей машины. Они ослепили меня фонарями, затем выпрыгнули и забрали девушку. Они сказали, что я все сделал хорошо. Я не знал, в безопасности ли моя семья. Они... Они мне угрожали. Угрожали тем, что заберут у меня семью. Именно поэтому я пошел на все это, чтобы защитить мою семью. Это все. Все, что я знаю. Я могу отвезти вас туда. Я могу показать. Я не знаю. Отвезу вас на Лэнхен и район Мейстоун. Ты можешь показать это место на Google Maps? Я проехал через Эшфорд до Мейстоуна. Я сейчас дома из-за стресса. Я не работаю. Я дома, чтобы защитить мою семью. Я должен быть тут 24 на 7 с моей семьей. Они придут за моей семьей. У меня нет выбора. Как они с тобой связались? Я пытался переспать с одной из их девчонок по вызову. Она рассказала им, и они... Они поймали меня. Но как они выходят с тобой на контакт? Они просто звонят и говорят мне приехать. Уэйн поведал душесчипательную историю о том, как однажды воспользовался услугами проститутки. Но она оказалась не просто секс-работницей, а кирпичиком в криминальной системе. Когда Уэйн попал в ловушку, в номер, где он отдыхал, ворвались члены банды и под угрозой смерти велели ему выполнять поручение. 3 марта один из бандитов позвонил ему и приказал привезти к ним девушку. Неважно, какую. Ее определяют в секс-работнице. Бравый полицейский пытался отказаться, но в случае отказа бандит пообещал украсть его жену и детей для тех же целей. Напуганный полицейский не знал, что делать. Поэтому поймал на улице первую попавшуюся девушку и отвез в назначенное место. Во время дачи показаний Уэйн нервничал и постоянно повторял, что за ним следят. Якобы у них есть номер его телефона, и он обязан находиться с семьей 24 на 7 во избежание их похищения. Странная история, словно сюжет детективного романа, вела следователей в ступор. Уэйна и его супругу задержали 9 марта. Жертва он или нет, он похитил Сару. Затем офицеры по наводке задержанного пересмотрели все возможные камеры слежения. Задержанный сообщил им время, место и куда он отвез пленницу. Но, разумеется, на всех записях было пусто. Уэйна никто и нигде не встречал. Да и автомобилей его никогда там не было. Но что сильно удивило полицейских, так это тот факт, что примерно за 40 минут до ареста Уэйн пытался стереть данные со своего мобильного телефона. Уже на следующий день всю прилегающую территорию обыскивали полицейские собаки, натасканные на обнаружение человеческих останков. И спустя пару часов поисков, а точнее в 16.20 10 марта, возле пруда в графстве Кент была найдена белая шапка пропавшей. Обыскав лес, полицейские обнаружили строительную сумку с обугленным телом, а рядом валялся сгоревший холодильник. Для идентификации останков потребовались стоматологические карты. После тщательной экспертизы Коронер подтвердил, тело действительно принадлежит Саре Эверард. Причина смерти – удушение. Останки были обнаружены в сотне метров от участка, который принадлежал Уэйну. Итак, теперь соберем всю историю вместе. Что же произошло на самом деле? Согласно показаниям самого Уэйна и отчету полиции, Сара была случайной жертвой запланированного нападения. Преступник готовил план как минимум месяц, путешествуя в Лондон из дела, где он жил. Чтобы выяснить, как лучше всего совершить преступление. За несколько дней до нападения он забронировал автомобиль, который потом использовал для похищения. Купил изоленту и брезент. Все покупки заказывал на Амазон, оплачивая своей картой. После окончания рабочей смены в посольстве США, Уэйн пересел в арендованную машину и отправился на охоту за легкой добычей. Проезжая на Поиндерс Роуд в Клэпхэме, Уэйн заметил молодую женщину и решил воспользоваться моментом. Полицейский вышел из машины, предъявил удостоверение и после короткой беседы арестовал Сару за нарушение эпидемиологических правил. Ведь в тот момент на ней не было маски. Сара была довольно порядочным человеком. Разумеется, подобная ситуация выбила ее из колеи. К тому же телефон разрядился, пока она общалась с молодым человеком, и у нее не было возможности кому-либо позвонить. Уэйн надел на нее наручники, посадил в машину и уехал. Все похищение длилось менее пяти минут. Затем Уэйн Кузенс поехал в Дувр, в графстве Кент, где пересадил Сару Эверард в свою машину и отправился дальше в отдаленный сельский район. Неизвестно, под каким предлогом Сара согласилась пересесть в другой автомобиль. Но по версии полицейских, Уэйн мог вытащить ее из машины и якобы направиться в участок, но вместо этого ударить по голове пистолетом, который он хранил при себе, и запихнуть в другой автомобиль. Сменив машину, преступник проехал 100 километров до Кента. 4 марта в 23.05 мобильный телефон Уэйна подключился к сотовым узлам в районе Сибертсолда. Там он воплотил все свои больные фантазии в реальность, а затем задушил девушку своим же полицейским ремнем. В 2.31 Кузенс покинул место происшествия и был замечен на станции техобслуживания, покупающей напитки. Затем он проследовал к месту, где снова произвел обмен машин и уехал незадолго до рассвета. На следующий день, когда в полицейском твиттере появилась публикация о Саре, Уэйн вернул арендованный автомобиль. А позже на своей личной машине поехал в Кент, где избавился от мобильного телефона Сары в одном из водостоков города. Ближе к обеду Уэйн заехал на заправочную станцию, где приобрел 5 литров бензина. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Хоацвуд, недалеко от Эшварда, где сжег тело Сары в старом холодильнике. Найти холодильник не составило большого труда. Прямо в лесу была небольшая свалка. Днем, 5 марта, он купил две большие строительные сумки, прежде чем вернуться в Хоацвуд. Там он использовал их, чтобы избавиться от останков Сары в лесу. Всего два дня спустя убийца отвез любимую жену Елену и двоих детей на отдых. Они устроили пикник в 20 метрах от места, где он избавился от тела Сары. Об этом рассказали свидетели, которые видели, как Уэйн привез семью в своем синем универсале Сид с небольшим двухколесным прицепом. 8 марта, когда начались масштабные поиски, Уэйн ушел на больничный. Уэйн Кузенс был арестован по подозрению в убийстве 10 марта. Однако на следующий день подозреваемого госпитализировали из-за черепно-мозговой травмы, полученной во время содержания под стражей. Полиция заявила, что на момент получения травмы он был один в своей камере. Уэйн Кузенс был обвинен в похищении и убийстве Сары Эверард 12 марта, и лишь 8 июня он признал себя виновным. Дело вызвало споры о роли полиции в британском обществе и насилии со стороны полицейских. Органы правопорядка критиковали как за подавление акций в честь Сары во время изоляции ковид, так и за неспособность предотвратить убийство. Дело в том, что ранее Уэйн был замечен в непристойном поведении. Например, в 2015 году Уэйн занимался эксбиционизмом, а в 2002 году его обвиняли в домогательствах. Не все инциденты с похищениями или убийствами привлекают всеобщее внимание, но случай с Сары доминировал на первых полосах новостей, вызывая шквал историй и статей о насилии в отношении женщин. Ее исчезновение подорвало и без того хрупкое чувство безопасности, ведь она просто шла домой. Спасибо всем за просмотр и хочу выразить отдельную благодарность всем спонсорам моего канала. Спасибо. 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 Спасибо.